Если вы еще не определились, кого завести в доме, собаку, кошку, рыбок или хомячка, может быть, жену, каждый четверг смотрите нашу рубрику о животных. А сегодня расскажем о питомцах, которых очень любят дети. Карликовые и большие, длинношерстные и с короткой шубкой, веслоухие и с прямо стоящими ушами. Сегодня наши герои невероятно милые создания, декоративные кролики. Давайте разберемся, что нужно знать прежде, чем заводить такого питомца. Плюшевый источник уюта, тепла и хорошего настроения для всей семьи. Ведь кролики – это не только ценный мех, который очень приятно гладить, но полтора-два килограмма чистого очарования. Не случайно их заводят для души. Познакомьте нас с кроликами, пожалуйста, с декоративными. Кто это, где появились первые и когда? Первые кролики были обнаружены на Пиренейском полуострове. Оттуда они были ввезены в страны Европы, Англию, Францию, Германию. А в Германии селекционеры начали работать над выведением карликовых пород. Первая порода была гермелин. И от этой породы пошли другие карликовые кролики цветные, карликовые рексы, мини-лопы, английские карликовые бараны. Декоративные кролики действительно отличаются большим разнообразием пород. Например, карликовый русак, ангорский лев, бабочка, белка и лисий кролик. Не забудьте позаботиться о доме для нового члена семьи. Кролик может жить в клетке или в вольере. Но чтобы зверек мог в волю побегать и поиграть, выпускайте его на прогулку. Есть мнение, что декоративные кролики – это самые сложные в уходе питомцы домашние. Это правда или миф? Это миф. Однозначно миф. Кролики гораздо проще в уходе, чем коты или собаки. Во-первых, их можно оставить на определенное время, если вы куда-то уезжаете. И кролик точно так же будет рад. И он не будет, там, нет понятия у них, что он одичает или что-то с ним случится. Они очень чистоплотные, ходят на лоток в туалет, либо в определенный угол своей клетки. Говорят, что кролики грызут мебель, если он там долго без присмотра гуляет. Могу развеять этот миф, потому что не все кролики грызут и вообще обращают внимание на какие-то там шнуры и так далее. Большой плюс – кролики совершенно не агрессивные. А напротив – очень дружелюбные, спокойные и общительные питомцы. Они очень привязываются к своему хозяину, хорошо ладят с детьми и другими домашними животными. А еще их несложно кормить. Самое главное, чтобы в клетке было сено и вода. Это круглосуточно. Дополнительно еще можно приобрести корм полнорационный или частично. И плюс раз в три дня нужно давать сочный корм. Это яблочко, то, из чего соки делают яблочко, огурец, тыква, кабачок, морковка. В зимнее время, конечно, дается пекинская капуста, белокочанную, карликовым кроликам капусту давать нельзя. Важно, здоровый кролик вообще не пахнет, разве что сеном. Главное – вовремя убирать туалет. И помните о прививках. Они защитят питомца от заболеваний. Если правильно ухаживать за пушистым другом, он будет радовать вас 9-12 лет.